Ольга Гер «Избранная или жена по приказу?» Глава первая. Чужая постель «Она где-то рядом, я её чую!» Мужской голос действительно прозвучал чудовищно близко. Я вжалась в стену и бочком двинулась вдоль неё. Коридоры дворца словно созданы для игры в прятки. Множество переходов, лестниц, резких поворотов. Не иди по моему следу к Сандерске ищейке, у меня был бы шанс победить в этой игре. Но они лучшие во всём королевстве. Маги, наделённые силой чувствовать чужой след. Их нюх в сотни раз острее собачьего. Мне не повезло напороться на их отряд, когда я рылась в королевском хранилище сведений. Посторонним туда вход запрещён. Я нарушила закон и поплачусь за это, если меня поймают. Но это ещё полбеды. Арестованных допрашивает дознаватель. Маг, способный заглядывать в чужие мысли. Лучше ему не видеть мои. Он сразу поймёт, что я из другого мира. К Сандере для таких, как и я, путь один на плаху. Не любят здесь попаданцев. Я бы сказала, даже боятся. Подобрав длинную юбку, я свернула в очередное ответвление коридора. Ступала бесшумно на цыпочках. Воздух, и тот не колыхнулся. Но ищейки, конечно, насторожились. Вот уже четверть часа они преследовали меня, и с каждой минуты становились всё ближе. Я прибавила ходы, переходя на бег. Ещё немного и доберусь до крыла с личными покоями королевских гостей. Там находится и моя комната. Двигаться было тяжело. Длинная пышная юбка путалась между ног. Моя одежда явно на стороне ищеек. Хорошо, корсеты вышли из моды, а не то я бы и десяти метров не пробежала. Больше всего после попадания в чужой мир я скучала по джинсам. Намного сильнее, чем по водопроводу, но почти так же, как по кроссовкам. До чего же мне не хватает нормального гардероба? Прежде я не задумывалась, насколько удобна женская одежда в современном обществе. Ещё один поворот. От заветной цели меня отделяло метров сто. Мне бы только добраться до покоев, а там... Фор направляется к спальням. Раздалось за спиной. Так близко, что по спине пробежал холодок. Не успею, осознала со всей чёткостью. А ещё обиделась. Никакой я не вор. Я ничего не взяла из королевского хранилища. Подумаешь, взглянула на пару древних манускриптов. Что меня теперь за это казнить? Горло сдавил спазм. И ведь казнят. Если не за хранилище, так за прохождение из другого мира точно. Зря я так подставилась. Ведь знала, что могут поймать. Умирать я, конечно, не хотела. Но выбора у меня не было. Тот, кого я боялась намного сильнее смерти, велел пробраться в хранилище. А ему не отказывают. И всё же шанс на спасение есть. Ищеек не сбить со следа, но их можно обмануть, если знать как. Мне повезло. Я как раз из тех, кто знает. Ну, а сперва надо убраться из коридора. Подойдёт любая комната. Хоть вот эта. Я дёрнула ближайшую дверную ручку. Заперто. Если все гости проявили такую же бдительность и закрылись в своих покоях, то я пропала. Я метнулась к следующей двери. Топотыщеек звучал за поворотом. Секунда-другая, и они будут здесь. У меня от ужаса взмукли ладони. И с первой попытки я не смогла повернуть ручку. Показалось, что и здесь закрыто. Но к другой двери мне уже не добраться. В отчаянии я дёрнула ручку ещё раз и... О чудо! Дверь открылась. Я ввалилась в чужие покои и прикрыла за собой дверь. Сейчас надо действовать предельно быстро и чётко. На всё про всё у меня минуты, не больше. Я сорвала с пальца кольцо. Под выпуклым зелёным камнем пряталось потайное отделение, а в нём порошок, отбивающий нюху ищеек. Я обсыпала себя этим порошком. Теперь ищейка, даже встав рядом со мной, не почует во мне ту самую воровку из хранилища. Я буду пахнуть для него иначе. Но этого мало. Недостаточно просто сказать, что меня не было в хранилище. Необходимо алиби. Кто я такая? Что я делаю в чужой спальне? На все эти вопросы придётся отвечать. И если ответ ищейка мне понравится, они отведут меня к дознавателю. Вернув кольцо на палец, я поспешила к кровати. Пока шла, расшнуровывала платье. Благо, завязки на груди. Это не дань моде, а готовность к чрезвычайным ситуациям. Если понадобится, быстро разденусь сама. Вот как сейчас. А не беспомощно буду звать горничную. Я избавилась от платья, сбросив его на пол. Туда же отправилась нижняя юбка. Пусть валяются так даже лучше. Теперь всё выглядит так, будто с меня срывали одежду в порыве страсти. Я двигалась бесшумно, чтобы не разбудить хозяина спальни. Тот не должен заранее узнать о моём присутствии. Будет ему сюрприз. К тому моменту, как я добралась до кровати, на мне была лишь нижняя сорочка. Я молилась про себя, чтобы хозяином спальни был мужчина. Если это женщина, я пропала. В комнате было довольно темно. Я видела силуэты без конкретики. Но тусклого света звёзд, проникающего через окна, хватило, чтобы рассмотреть спящего. Повезло. На кровати, раскинув руки, лежал мужчина. Судя по запаху спиртного, он был не совсем трезв. Отлично, это то, что нужно. Из коридора донёсся шум. Ищейки, потеряв мой след, проверяли покои. Они будили гостей, обыскивали спальни. Скоро и сюда доберутся. Я торопливо вытащила шпильки из прически, распущенные волосы были длиной до поясницы. Пришлось отрастить, чтобы соответствовать нормам этого мира. До попадания сюда я носила короткие стрижки. Я взъерошила волосы, придавая им растрёпанный вид, и юркнула в кровать под бок к мужчине. Когда меня спросят, где я провела ночь, скажу, что была здесь, со своим любовником, кто бы он там ни был. А, кстати, кто он? Я приподняла голову и заглянула мужчине в лицо. Но в темноте спальни ничего толком не разглядела. Ну и ладно. Какая разница, кто послужит мне прикрытием? Мне бы только избавиться от ищеек. Ради этого я готова потерять репутацию, потому что жизнь, как ни крути, дороже. Не успела я пристроить голову на подушке, как раздался стук в дверь. Вот и ищееки пожаловали. Я затаилась. Дышать и то перестала. Сама дверь точно открывать не стану. Пусть это сделает хозяин спальни, а я притворюсь, что крепко сплю. Стук повторился, еще более настойчивый. В дверь уже чуть ли не ногой барабанили. «Именем короля откройте!» выкрикнула щейка. Мужчина рядом со мной заворочился. «Какого темного!» раздалось недовольное бормотание. Голос показался знакомым, и я настороженно замерла. Не может быть, чтобы из всех спален я наугад выбрала именно его. Так не бывает. Мне, наверное, почудилось. Я приоткрыла один глаз и снова попыталась рассмотреть мужчину. Бестолку. И все же шестое чувство подсказывало. Это и правда он. Герцог Ал-Орден. Рыцарь света, или, как их еще называют, светоносец. Рыцари обладают редкой и сильной боевой магией, и все как один состоят на службе у короля. Их главная обязанность — защищать королевство от хмарей и намирцев. Я видела хмари исключительно на картинках, а еще слышала жуткие истории о том, как они уничтожают целое поселение. Они внушали ужас, и я понимала, почему рыцари с ними борются. Но как в списке персон Нонграда попали попаданцы, только догадывалась. Причина, которую мне озвучил однажды граф, казалась надуманной. Близкое знакомство с любым из рыцарей грозило мне разоблачением и смертью, а герцог был наихудшим из возможных вариантов. Он возглавлял светоносцев и был намного опаснее прочих. Мы встречались с герцогом еще до королевского празднества. Правда, он меня не видел, и это к лучшему. Зато я имела удовольствие полюбоваться на его работу. В тот день граф впервые повез меня в город. До этого я не покидала стен поместья. Я предвкушала интересную прогулку, знакомство с новым миром. Мне только исполнилось шестнадцать. Я была полна любопытства, напополам с оптимизмом, и еще не до конца понимала, куда угодила. На тот момент я провела в чужом мире около года. Карета проехала через главные городские ворота Ксандора, столицы королевства, и я, отодвинув шторку, жадно разглядывала окрестности. Дома с красными черепичными крышами напоминали горные пики, резные ставки, горшки с цветами, разноцветные вывески. Город показался мне красивым. Шумные продавцы, хмурые стражи, женщины в чипцах. Мне все были вновь и все интересны. Язык Сандры я к этому времени уже неплохо изучила. Граф заставлял меня заниматься с утра до ночи, чтобы я как можно скорее стала походить на местную жительницу. «Инамирцев здесь не любят», частенько повторял граф. И я в ответ лишь пожимала плечами. «У нас тоже не любят гастарбайтеров. Есть даже присказка. Понаехали. Что с того? Тогда я еще не осознавала, насколько все серьезно. Но после той поездки все изменилось. Вскоре я заметила, что горожане идут в одну сторону, туда же направляется и наша карета. «Сегодня какой-то праздник?» спросила я у графа. «Вроде того», кивнул он. «Хочу показать тебе, как в Кассандре поступают сыномерцами, чтобы ты, наконец, прониклась ситуацией». И он показал. Граф не отличался щепетильностью и не боялся навредить моей неокрепшей подростковой психике. Поэтому места у нас были чуть ли не в первом ряду. Мы сидели на возвышении, откуда отлично просматривался помост. Я не была дура и догадалась, что это за сооружение. Эшафот. Вот только палача и плахи что-то не видно. Зато стража привели осужденного, и у меня по позвоночнику пробежал холодок. Мне до боли была знакома его одежда. Джинсы, футболка с лейблом Найк, кроссовки той же фирмы. Все это вещи из моего мира. А вот цепь, сковывающая руки мужчины, уже из этого. У мужчины был растерянный вид. Он вглядывался в толпу, как будто искал там знакомое лицо. Но, естественно, не находил. Кажется, он никак не мог поверить в реальность происходящего и ждал, что вот-вот выскочит ведущий и прокричит «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Но ведущий запаздывал, зато палач был уже здесь. В тот день роль убийцы на себя взял герцог Ал-Орден. Он был единственным рыцарем света в столице на тот момент. Тогда-то я и увидела его впервые, и заодно поближе познакомилась с магией света. Граф наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Правосудие над иномирцами всегда вершит рыцарь света. Тот, кто окажется поблизости». Даже в такой момент он не упустил возможность научить меня чему-то новому. «Держись от них подальше, Марианна». «Это вопрос твоего выживания?» Я судорожно кивнула. Стражи оставили иномирца, в центре эшафоты отошли. К дрожащему от страха мужчине приблизился герцог. Его руки были пусты. По крайней мере, мне так поначалу показалось. Но потом что-то произошло. Вспышка света, яркий луч пронзил пасмурный день, и в правой руке герцога непонятно, откуда появился меч. Он был словно соткан из солнечных лучей. Не лезвие, а чистый свет. И глаза самого герцога тоже светились, как два солнца. «Очистим королевство от скверны!» выкрикнул герцог. Толпа подхватила его возглас, а у меня в ушах все звучал голос герцога. В тот день я запомнила его навсегда. Я отвернулась, но граф опустил руку на моё колено и сдавил его так, что я едва не завопила. «Смотри!» — приказал он. И я во все глаза уставилась на эшафот, боясь лишний раз моргнуть. Может, меч и выглядел, как светоч, но резал он, как остро заточенное железо. Быстрый замах, один точный удар, и мой земляк упал замертво к ногам герцога. Я непроизвольно вскрикнула и тут же зажала рот ладонями в ужасе от того, что привлекаю к себе внимание. Слова графа о том, что в Ксандере не любят иномирцев приобрели новый зловещий окрас. Не любят — это мягко сказано. Их здесь просто-напросто убивают. Вскоре мы ехали в карете обратно в поместье. На этот раз я задёрнула шторку. Не желая смотреть на город, он больше не казался мне красивым. Я так и не спросила, за что в Ксандере так ненавидят попаданцев. Колено всё ещё ныло, и общаться с графом не было желания. После того дня я хромала целый месяц. Впрочем, это было не самое худшее, что делал со мной граф. И вот теперь я лежала в одной постели с мужчиной, который, не задумываясь, убивает таких, как я. Сердце подпрыгнуло сперва к горлу, потом упало в район пятой точки, ещё ниже прямиком в пятки, и снова резко вернулось к горлу. Эта дикая скачка по маршруту горло попа пятки повторилось не единожды, словно сердце в ужасе искало выход из тела. Ничего не скажешь, выбрала спальню. В тот самый момент, когда я осознала, как вляпалась, дверь в покое с грохотом распахнулась. Глава вторая Лицом к лицу Герцог отреагировал мгновенно. Секунду назад он ещё спал, и вдруг, вскочив, запустил световой шар в непрошенных гостей. Ищейка едва увернулся, и шар опалил стену за его спиной. При виде чёрной дыры в деревянной обшивке размером с голову взрослого мужчину меня пробрал озноб. Магия света — одна из сильнейших в королевстве. — Ваше светлещество! Ищейка поднял руки, демонстрируя, что в них нет оружия. — Прошу прощения, что потревожил ваш сон, но мы ищем воровку, она скрылась где-то в гостевых покоях. — Я мог убить тебя, дурень! — проворчал Герцог. Из распахнутой Настеж двери в спальню лился свет, и я, наконец, рассмотрела своего соседа по кровати. Я не ошиблась. Это действительно был Герцог Ал-Орден. Я его узнаю везде и при любом ракурсе, даже без одежды, как сейчас. Да, Герцог был обнажён. Совсем, то есть полностью. Взъерошенные на затылке каштановые волосы с ярко выраженной рыжиной, широкие плечи, узкие бёдра, крепкие ягодицы. Бегло осмотр показал много интересного. Я уже собралась стыдливо отвернуться, но в последний момент одёрнула себя. По легенде для ищеек мы с Герцогом провели эту ночь вместе. Он — моё алиби. Возможно, мне будут задавать пикантные вопросы. Мои ответы должны звучать правдоподобно. Для этого лучше узнать его светлейшество чуточку ближе. Я ещё раз прошлась взглядом по тылу Герцога. Это принесло свои плоды. Я заметила на его правой ягодице довольно крупную родинку. То что надо, она станет моим козырем. — Покиньте мои покои, — Герцог махнул рукой на ищейку. — Я сплю один. — Мне кажется, вы заблуждаетесь, ваше светлейшество, — возразил ищейка и кивнул на меня. Герцог тряхнул головой, ещё не понимая, на что смотрит незваный ночной гость. Он поворачивался медленно, словно давал мне шанс скрыться, пока всё не зашло слишком далеко. Вот только бежать мне некуда. Меня, что называется, припёрли к стенке, а в такой ситуации любые способы выживания хороши. Наконец, Герцог увидел меня, наши взгляды встретились, и его, похожие на янтарь, глаза сверкнули золотом. Магия света, чтоб её! Рыцарь в ярости, она даёт о себе знать, своевременное напоминание о том, с кем я имею дело. Казалось, ещё немного, и Герцог меня придушит. Такое злое у него было лицо. Крылья носа подрагивали, тонкие губы побледнели, и без того чёткие скулы заострились. Мой взгляд с лица Герцога скользнул ниже, вниз по шее на широкую грудную клетку, пробежался по крепким бицепсам и споткнулся на прессе с чёткими кубиками. Ещё ниже я смотреть не стала. А он? Красивый мужчина. Я передернула плечами. Не о том, думаю, у меня жизнь под угрозой. Не мешало бы сосредоточиться на этом. Итак, мой выход. Я должна сыграть безупречно. Вот что сейчас важно. Настало время применить все актёрские данные, какие у меня есть. К счастью, последние несколько лет я только и делала, что тренировалась. Я зевнула. Мои ресницы дрожали, как у человека, который недавно проснулся. Я заглянула Герцогу за спину и, испуганно ойкнув, натянула одеяло до подбородка. Вроде как смутилась из-за присутствия в спальне постороннего мужчины. Герцог и щейка не сводили с меня внимательных глаз. Не знаю, кто из них был шокирован больше. Первый раз её вижу, пробормотал Герцог. Я обиженно поджала губы. А набалуклились в любви и собирались жениться, всхлипнула. Все мужчины одинаково сначала обещают, а как получают своё, притворяются незнакомцами. Лицо Герцога вытянулось, в глазах мелькнуло сомнение, а мне только это и требовалось. Недаром от него пахло алкоголем. Похоже, на балу Герцог позволил себе лишнего и теперь смутно помнил окончание вечера. Я прям-таки слышала его мысли, мог ли я затащить едва знакомую девицу в постель. Не знаю, мог или нет, но я буду на этом настаивать, отступать мне некуда. Герцог вдруг опомнился, что стоит голый и спешно прикрылся простынёй. Я поблагодарила его про себя, а то мой взгляд так и норовил опуститься вниз. Стоило немалых трудов удерживать его на приличном уровне. — Так, вы утверждаете, что не помните эту леди, ваше светлещество? Ищейк шагнул ближе к кровати, споткнулся о моё платье на полу и многозначительно посмотрел на Герцога. Я видела, как ищейка морщит нос, принюхиваясь ко мне. Я пахла не так, как воровка, за которой они гонялись по коридорам дворца. А ещё, пользуясь порошком из кольца, я пожелала, чтобы от меня пахло близостью с мужчиной. Когда имеешь дело с ищейкой, любые нюансы запаха важны. Благо, магический порошок обладал нужным мне свойством и мог подделать какой угодно аромат. Мне удалось сбить ищейку с толку. Официально не существует средства, чтобы отбить их нюх. Но у графа есть много такого, чего нет и никогда не будет у других. — Мне повторить вопрос? — переспросил ищейка, так как герцог тянул с ответом. — Я немного выпил на балу, пробормотал тот наконец. Ищейка снова принюхался, на этот раз к герцогу. Его тонкий нюх без сомнений уловил запах спиртного. Даже я его чувствовала. Разбирательство могло занять кучу времени, но я не планировала надолго задерживаться рядом с герцогом. С меня хватит на сегодня, пора отсюда выбираться. — Так вы были нетрезвы, и все ваши слова — ложь! — всплеснула я руками. — Я требую, чтобы позвали моего отца. Последнее я адресовал ищейке. Раз уж он здесь, пусть займется делом. — Правильно ли я понимаю ваше светлейшество? — уточнил ищейка. — Что девушка не замужем и не является вашей невестой? Ситуация была пикантная. Незамужняя девица в постели постороннего мужчины пахла скандалом королевского масштаба. Мы с герцогом одновременно кивнули, после чего ищейка недовольно поджал губы. На его лице было написано страдание. Весь его вид говорил, как ему не хочется ввязываться в разборки между благородными семействами из-за девичьей чести. Меня такая перспектива тоже не прельщала, но я должна увидеть графа. Он один в силах вытащить меня из этой передряги. В конце концов, это он послал меня на опасное задание. — Кто ваш отец, леди? — уточнил ищейка. — Граф Джоффус Каэль. Услышав мой ответ, герцог застонал. — Да, я из благородных, ваше светлейшество, и это грозит обернуться серьезными проблемами. Но я надеялась, что граф их быстро решит, и вскоре я буду далеко от рыцаря света. Всегда выходит сухим из воды. Это про графа. Придумает что-нибудь и в этот раз.